Делегация во главе с министром промышленности и торговли республики знакомится с продукцией новых предприятий. Все они являются резидентами ТОСЭР – экономической зоны с налоговыми льготами. Такой статус Чистополю присвоен три года назад. За это время здесь впервые начали свое производство 24 предприятия. Резиденты рассказывают парламентариям о своих достижениях. Ими уже создано почти 700 рабочих мест. Создать еще около тысячи – в планах. Производство новое. У нас 5 новое. Да, работают все новое. Строительные материалы, 3D-заборы, пластиковые трубы, насосы и радиаторы, изделия из пластмассы и чугуна, мобильные флюорографические комплексы и другие научные разработки. Выставка охватывает деятельность всех резидентов. Гостям предложено продегустировать продукцию пивоваренного завода, кондитерские и хлебобулочные изделия. Ведь все это теперь производится в Чистополе. Свои впечатления от встречи делегации оставляют в Большой книге пожеланий, посвященный юбилею города. Уже на самом отчетном заседании Совета муниципального района анализируют итоги его социально-экономического развития за 2020 год. Глава Дмитрий Иванов отмечает, пандемия внесла свои коррективы во все сферы жизни. Однако условия для дальнейшего развития экономики удалось сохранить. Выставка резидентов тому подтверждение. Он отметил достижения медицины, образования, спорта. Особый акцент на сельскохозяйственный сектор. Стали вообще экономической опорой в эти непростые месяцы. Показали очень высокие результаты как в целом по республике, так и в Чистопольском районе. В ходе итогового заседания Совета проходит церемония награждения жителей Чистополя тех, кто внес существенный вклад в развитие муниципального района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова